Всем привет! Сегодня у нас в обзоре медаль ветеран вооруженных сил СССР. И вот такое удостоверение. И сейчас мы с вами поговорим более детально об этой медали. Медаль ветеран вооруженных сил СССР. Государственная награда СССР учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1976 года. Автор рисунка медали художник Р.М. Пыл и пив. Этой медалью награждались военнослужащие Советской армии Военно-морского флота пограничных и внутренних войск. Безупречно прослужившие Вооруженных сил СССР 25 и более календарных лет. Медаль Вооруженных сил СССР носится на левой стороне груди и располагается после медали ветеран труда. Медалью ветеран Вооруженных сил произведено около 800 тысяч награждений. Вы вдумаетесь, 800 тысяч человек награждены. Медаль «Ветеран Вооруженных сил СССР» изготавливалась из плава «Тампак». Посеребренная, имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали в верхней части помещена пятиконечная рубиново-красная эмалевая звезда, наложенная на рельефное изображение серпа и молота. Под изображением серпа и молота расположены выпуклая надпись «СССР» и рельефное изображение лавровой ветви. В нижней части медали по окружности на изображении ленты размещена надпись «Ветеран Вооруженных сил». Лицевая сторона медали оксидирована и окаймлена бортиком. Оборотная сторона медали матовая. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой. Покрытой шелково-серой муаровой лентой шириной 24 мм с четырьмя оранжевыми и тремя черными чередующимися полосками. Вдоль правого края ленты и двумя красными полосками вдоль ее левого края ширина оранжевых и черных полосок 1 мм, красных 3 мм и 1 мм. Бытует в общем такое мнение, ребята антиквары. В военной среде СССР данную медаль называли черной или гробовой, так как ее получение после трех медалей за безупречную службу означало окончание военной службы и выход в запас. Сейчас я вам покажу эти медали. Вот эти медали. После этих вот это ветеран и человек в отставке. По цене, значит, эта медаль недорогая. Ее может позволить любой абсолютно начинающий коллекционер. Если вас заинтересует это направление, называется фалеристика. Медали, ордена, значки, документы. Также люди собирают, возможно, когда-то по каким-то причинам люди продали награды абсолютно любые. Даже те же значки на винтах. У них остались вот такие документы. Их можно тоже выгодно продать. Если вам нужны денежки, поэтому почему бы и нет. Итак, по цене. Если выставлять эту медаль на аукционы, цена будет, запомните, всегда ниже. Я вас, как всегда, научил. Если выставлять на обычные интернет-площадки, ценник будет больше. Ориентировочно и 100 гривен. 110-120. Можно поиграться с ценой. На аукционах цена может быть и 35 гривен, и 50, и 60 гривен. Поэтому думайте сами. И плюс там еще комиссия. Если выставлять на заграничные сайты, на интернет-площадке, то ценник будет там немножко поинтереснее. Ориентировочно 10 долларов, 15 долларов. Как повезет вам продать. Если у вас дома остались вот такие подобные награды, может быть какие-то другие. Вы не знаете ихнюю стоимость. Вы только на моем канале Антиквар Коллекционер. Сможете абсолютно бесплатно проконсультироваться и узнать ихнюю стоимость. Это медали, ордена, значки, ромбики институтские учебные и также документы. Вы подписываетесь на мой канал, нажимаете на колокольчик, делаете качественные фотографии конкретно ваших наград и отсылаете мне. И тут же получаете оценку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!